Поддержка конного спорта как часть программы по развитию туризма. Хакасей в этом плане есть перспективы. Главное – грамотно выстроить работу. Продолжит тему Ольга Стельмах. Презент ко дню рождения, который вырос в семейный бизнес. Конно-спортивный клуб в Алтайском районе существует с 2014 года, когда среди прочих сюрпризов восьмилетней девочке подарили живую лошадь. С нее все и началось. Сегодня это школа верховой езды, где успешно реализуют социальные программы по ипотерапии. Есть социальный проект, когда вырастают крылья. У нас есть некоммерческая организация «Крылья». И мы работаем с различными грантовыми поддержками. То есть мы были неоднократно получателями гранта президентского в рамках этой программы. Работаем с коррекционной школой Алтайского района, с детьми, с нарушениями слуха в республике Хакасия. Экопарк в 50 гектаров – многофункциональная территория. Здесь не только занимаются верховой ездой, но отдыхают всей семьей. Пешие экскурсии, контактный зоопарк. Сегодня Хакасия рассматривает подобные объекты с точки зрения туристического интереса. Таких энтузиастов должно быть намного больше. И они должны иметь поддержку, потому что занимаются очень важным трудом. Они работают с детьми, воспитывают и спортсменов. Поэтому, мне кажется, поддержка – это то, что им требуется на сегодняшний день. К слову, коноспортивный клуб лежит на популярном среди туристов маршруте так называемом «Пути Карлов-Створ», где среди знаковых объектов – Саяна, Шушинская, ГЭС, которую за год посещают сотни тысяч туристов. Ольга Сельмах, Сергей Казьмин, Вести Хакасия.